До шести лет увеличивает Италия срок хранения персональных данных пользователей интернета и сотовой связи. Одобренный парламентом законопроект обязывает провайдеров собирать подробную информацию о действиях своих абонентов на протяжении 72 месяцев. Правозащитники называют этот шаг необоснованным, заявляя об угрозе частной жизни 60 миллионов итальянцев. Кому мы звоним и где в это время находимся, когда появляемся в сети и какие посещаем страницы, что говорим и что пишем. Срок хранения персональной информации пользователей в Италии увеличивается втрое и становится самым высоким в Европе. Отныне поставщики услуг связи должны собирать огромные объемы информации на случай, если правоохранительным органам она понадобится. Что же это меняет и в чем угроза частной жизни граждан? Предлагаю послушать мнение эксперта в области цифрового права. Существующий закон в Италии предполагает хранение этих данных. Если есть необходимость, судебные органы могут их запросить. Информацию в отношении предполагаемого террориста или кого-то еще. Не в этом заключается проблема, а в том, что будет с остальными данными и личной информацией пользователей. Разве не могут провайдеры частной организации использовать персональные данные в коммерческих целях для маркетинговых исследований, например? В этом случае мы становимся товаром, который на 6 лет отдан им в распоряжение. Есть в новом законе, по словам адвоката, еще один интересный пункт. В целях найти и блокировать сайты с содержанием незаконным, провайдер получает разрешение наблюдать за случайной выборкой пользователей. Государственное управление коммуникации получает новый инструмент со вступлением в силу этого закона. С целью выявить нелегальный контент он может дать команду провайдерам, отследить действия граждан в сети и сайты, которые они посещают. Италия становится одной из немногих стран, где для этого больше не требуется распоряжение судей. Такой мониторинг, на мой взгляд, есть настоящая массовая слежка. Банк персональных данных миллионов людей в Италии через несколько лет достигнет огромных размеров. Их защита входит в обязанности поставщиков услуг. Но не все из 5000 провайдеров Италии имеют одинаковые финансовые возможности. А похищенная персональная информация может иметь коммерческую ценность, если речь идет, к примеру, о политической фигуре, ее звонках и личной переписке.